МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа Итоги недели. Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Приезжаем оперативно. При их делах можно сбивать. Где трудности машины стоят, не можно сбить. Из-за перепадов погоды коммунальщикам приходится бороться не только с очисткой дорог, но и крыш. Об этом узнаете из сюжета. Друзья мои, вас с праздником, здоровья, благополучия. Дерзайте, если желаю, чтобы все, что вы задумали, свершилось, сбылось. Глава округа в честь Дня российского студенчества пообщался с учащимися не только высших учебных заведений Люберец. Я на самом деле не верил, что я выиграл Олимпийские игры. Юрий Барзаковский встретился со студентами Московской государственной академии физической культуры. Это очень интересный. На мой вид, самый лучший вид спорта, самый тяжелый, сложный. В Люберцах завершились чемпионаты первенства Московской области по художественной гимнастике. А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание прошло в Люберецкой администрации. О работе, проделанной за минувшую неделю, отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. Продолжит тему мои коллеги. За последние семь дней в Люберецкую полицию поступило 1994 обращения граждан. Зафиксированы 42 преступления, в том числе одно убийство. Произошло три пожара, пострадавших нет. Дорожными службами вывезено более 11 тысяч кубических метров снега и почти 100 кубометров мусора. В рамках зимнего содержания округленных дорог проводились плановые работы по противогололедной обработке и очистке проезжих частей округленных дорог, пешеходных переходов, тротуаров и остановочных метров. Перемещено на штрафную стоянку 201 автомобиль. Перемещено к административной ответственности 159 водителей. Общая сумма штрафов составила 745 тысяч рублей. На прошедшей неделе производились работы по содержанию сети региональных автодорог и объектов дорожной инфраструктуры в нормативном состоянии. Более 300 обращений поступило на портал Добродел по поводу качества уборки дворов. Основная доля управляющих организацией ЛГЖТ и комфорт в содействии и самолет-сервис по очистке территории от снега и наледи. Управлению благоустройства данной категории обращения взята на особый контроль ведутся выездные проверки территории. В ходе совещания рассмотрены вопросы, связанные с вывозом мусора, работой уличного освещения, а также вакцинации от коронавируса для детей старше 12 лет. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. От снега и наледи в Люберцах ежедневно очищают выходы из подъездов, тротуары и парковки. Но с какими трудностями сталкиваются коммунальщики во время очистки крыш многоквартирных домов, узнала наша съёмочная группа. В первую очередь, внимание скатным крышам и домам с близким расположением тротуаров. Это представляет наибольшую опасность для пешеходов. Таких домов в округе не одна сотня. Работы хватает. Но часто коммунальщики сталкиваются с препятствиями. Приезжаем оперативно. При их делах можно сбивать. Где трудности, машины стоят, не можем сбить. У некоторых висят номера на машинах, а у некоторых нет. И приходится обзванивать все квартиры. На это тоже время уходит. Из-за снегопада коммунальные службы работают в усиленном режиме. Закончили один дом, переходят к другому. Качество уборки снега и наледи проверил глава округа Владимир Ружицкий. В этом году снега очень много. И те, кто любит зиму, любит снег, они радуются. Я общаюсь с коммунальщиками, дорожниками. У них радости мало. У нас сформировано изначально порядка 43 бригад. У нас 10 вышек. Где-то порядка 150 человек рабочих, которые, по сути, постоянно обслуживают крыши. Отчистить все кровли в сжатые сроки после интенсивных снегопадов удается не всегда. Поэтому жителям нужно быть предельно внимательными. Не ходить близко к домам и обращать внимание на скопление снега и льда на кромках крыш. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах провели рейд по выявлению автомобилей, припаркованных в неположенных местах. Особенное внимание уделили машинам, оставленным около остановок общественного транспорта. Вместе с сотрудниками ГИБДД и Люберецкой администрации в рейд отправилась и наша съемочная группа. Если сознательные автомобилисты оставляют машины во дворе или на платной стоянке, то другие не задумываются о соблюдении их правил парковки. Такой транспорт ночует на тротуарах, пешеходных переходах и автобусных остановках. Сколько стоит она машина всю зиму, не почистить, не объехать. Еще и припаркуется не так, как положено. Да, это создает определенные трудности. Правильно. Надо или как-то ее ставить, так, чтобы она не мешала. Действительно, дворникам как? Вот как вот прочистить? А как нам пройти? Тут она стоит. И я не могу. Здесь узко не пройду, а тут другая машина. И вот между ними. Попробуйте. Вот боком. А мне боком нельзя ходить. За несколько минут до эвакуации на Весенней улице автовладелец успел подбежать к своей машине. После беседы с сотрудником ДПС, нарушитель понял свою ошибку и переставил автомобиль. Некоторым машинам и их владельцам повезло меньше. Отсюда будет перемещен данный автомобиль на штрафную стоянку. Владелец автомобиля заплатит штраф. Заплатить придется не только за нарушение правил стоянки, но и за работу эвакуатора, а также место на штраф стоянки. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Единая дежурная диспетчерская служба 112 городского округа Люберцы за семь лет работы уже третий раз занимает первое место в Московской области. О непростых буднях людей ответственной и такой важной профессии узнала наша съемочная группа. Служба 112, Люберцы, оператор Колкова. Слушаю вас. Что у нас случилось? Евгения Колкова работает здесь со дня открытия. Звонки поступают разные. Кому-то нужно вызвать скорую, кто-то почувствовал в подъезде запах дыма. Операторы службы 112 должны принять верное решение. Ведь порой жизнь человека висит на волоске. Мы вызывали туда спасателей, скорую, полицию. Они приехали вовремя, помогли человеку. Только за прошлый год в единую дежурную диспетчерскую службу 112 поступило около 600 тысяч звонков. Поскольку во главе угла стоит забота о жизни и здоровье граждан, профессиональный психологический отбор здесь очень жесткий. Конечно, мы отдаём предпочтение в первую очередь специалистам, имеющих опыт педагогической работы, работы в системе здравоохранения, в диспетчерских службах пожарных подразделений. Те люди, которые в состоянии оценить и правильно расставить акценты. Чем быстрее мы окажем нужную профессиональную помощь, тем быстрее мы придём на помощь людям. При чрезвычайной ситуации подключается дежурный ЕДДС. Его задача – оперативно организовать взаимодействие всех служб и подразделений. В такой работе важны самодисциплина, психологическая устойчивость, умение работать в тяжёлых и стрессовых ситуациях. Не случайно среди оперативных дежурных в основном бывшие военные. Александр Пинчуков пришёл работать в дежурную службу города больше 10 лет назад. О создании ЕДДС в Люберцах тогда не шло и речи. Но задачи стояли те же. Мы настолько консервативны. 33 года в армии, потом вот здесь практически как в армии. Нисколько не отличается, абсолютно. Организация взаимодействия между аварийными бригадами, дежурно-диспетчерскими службами по службам. Допустим, это и водоканал, и теплосеть, и жилищный комплекс весь. В ЕДДС не разделяют звонки на важные и неважные. Каждое обращение принимается в работу и направляется в профильную службу округа. К решению наиболее серьёзных вопросов подключается Центр управления в кризисных ситуациях. Важно вовремя прийти на помощь. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Дистанционное мошенничество набирает обороты. Злоумышленники придумывают новый сценарий кражи денег, а люди, несмотря на предупреждения, по-прежнему попадают на их удочку. Как не стать жертвой киберпреступников и что делать, если излишняя доверчивость всё-таки взяла верх? Ответы на эти вопросы в следующем сюжете. За 2021 год на территории обслуживания Люберецкой полиции зафиксировано 400 дистанционных преступлений. Чаще всего жертвами IT-мошенников становятся пожилые люди. Но бывают случаи, когда на уловки телефонных аферистов попадают и молодые. Я пошла домой, нашла все деньги, которые были в доме. И они позвонили, сказали, что там-то, там-то будет машина ждать. Передать курьеру надо деньги сегодня уже. Увидела машину, подошла и передала вместе с курьером деньги. Это один из популярных сегодня способов мошенничества. Преступник звонит жертве, сообщает, что его родственник попал в ДТП и просит передать деньги через курьерскую доставку. У истории Александры Масовской оказался счастливый конец. Злоумышленника вычислили сотрудники полиции. По корешным следам с помощью камеры видеонаблюдения была установлена машина. И также водитель данной машины, который в дальнейшем рассказал про лицо, которое попросило его привезти деньги от адреса и до конечной точки. Сотрудники полиции проследовали на адрес и задержали. Денижества были возвращены в полном объеме. Следовать примеру жительницы Люберец и немедленно обращаться в полицию очень важно. По каждому заявлению от жертв дистанционного мошенничества возбуждают уголовное дело. А это значит, что рано или поздно злоумышленники понесут наказание. Снимаются с его телефона все переписки, все телефоны. Посылаются в банк запросы. Сейчас и банки заинтересованы в службе безопасности. Все это анализируется, все забивается в определенную базу, все это скапливается и по этим все равно когда-то не попадаются. Сотрудники полиции не только раскрывают дистанционные преступления, но и проводят профилактическую работу с населением. В частности, раздают листовки с напоминанием о правилах финансовой безопасности. Глава округа Владимир Ружицкий провел очередную встречу с жителями. Вопросы озвучивали по телефону прямого эфира и задавали через социальные сети. О том, что беспокоит горожан, узнали мои коллеги. Из-за пандемии встреча проходит в онлайн-режиме. Прежде чем приступить к ответам, глава округа рассказал о ситуации с распространением коронавируса и напомнил об актуальности вакцинации. На сегодняшний день у нас заболевших 35 975 человек. Единственный способ восстановить пандемию – это вакцинация. Поэтому у нас для этого созданы все необходимые условия. К сожалению, болеют и молодые люди, в том числе подростки и дети. Поэтому принято решение о вакцинации детей от 12 до 17 лет. Если ребенку нет 15 лет, необходимо письменное согласие родителей. Вопрос о наличии в медицинских учреждениях вакцины «Спутник Лайт» был одним из главных. «Спутник Лайт» есть, есть во всех поликлиниках. Поэтому, пожалуйста, приходите на вакцинацию. Мы привозим ее в термоконтейнеры на вакцинации в торговые центры. Нехватка парковочных мест, качество уборки автомобильных дорог и дворовых территорий от снега и наледи – эта тема сейчас не менее актуальна. Согласно регламенту, который нам устанавливает Московская область, у нас входная группа и прилегающие тротуары к жилым домам должны быть очищены полностью под асфальт. Еще одна тема, которая волнует люберчан – транспортное обслуживание. На территорию округа задействованы 736 рейсовых автобусов и маршрутных такси. Недобросовестных водителей, которые допускают нарушения, наказывают. 1 августа 2021 года по настоящее время 62 водителя привлечены к дисциплинарной ответственности и уволено 29. Онлайн-встреча продлилась больше часа. Все обращения занесли в протокол и приняли в работу. Наиболее острые вопросы глава взял под личный контроль. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Московский областной центр охраны материнства и детства готовится к проведению прививочной кампании от COVID-19 среди подростков. В поликлиническое отделение номер один поступили две морозильные камеры для хранения вакцины. Помощь в приобретении оборудования оказал депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Дмитрий Сухов. Выделено определенное количество вакцин на наш Люберецкий район. Но для того, чтобы прививать детей, для этого нужно организовать работу. И в частности, это вакцина, которая хранится в специальных морозильных камерах. Не просто в холодильнике, а в специальных морозильных камерах при определенных температурах. Мы в Совете депутатов работаем очень плотно с нашими коллегами. И, безусловно, Татьяна Николаевна, в том числе, на ее просьбу мы не могли ей отказать. Все моменты, связанные в том числе и с вакцинацией, они касаются и нас. В ближайшее время медицинское учреждение получит первую партию препаратов, предназначенных для иммунизации детей. Прививку от коронавирусной инфекции будут делать подросткам от 12 лет с письменного согласия родителей. В деревне Марусина распахнула дверь и пристройка к 59-й школе. Открытие нового корпуса стало знаковым событием как для педагогов, так и для учеников и их родителей. На торжестве побывали и мы. Первый праздник в новой школе собрал людей, которые следили за ее строительством и с нетерпением ждали открытия. Пристройка на 400 мест – это не просто дополнительное здание к уже существующей школе, но и новые возможности для учителей и их воспитанников. У нас замечательный стадион, открытый для микрорайона. У нас спортивный зал 560 метров, который даст возможность проводить соревнования различного уровня. Эти возможности дадут и дальше развивать популярные спортивные секции. За процессом строительства, который продлился два года, тщательно следило руководство городского округа Люберцы. Пристройку возводили в рамках президентского проекта образования. На просторах даже России, в сельской местности, иметь такую школу – это, возможно, на всю Россию, это единица таких школ. Просторная, замечательная, светлая. С этим согласны ученики 59-й школы. С сегодняшнего дня они учатся в новом здании и теперь уже не во вторую, а в первую смену. Для ребят это большой плюс. Уроки начинались в 12 часов, а заканчивались в 18.45. Высыпаешься – это хорошо, но уроки надо будет делать утром. Я очень рада, что теперь мы учимся в первую смену, потому что во вторую было попросту очень неудобно учиться. А сейчас мы будем освобождаться пораньше. Также я хочу отметить, что тут очень-очень красивый спортзал, очень светлые просторные коридоры. А еще просторная столовая с собственным пищеблоком. Повара уже на новом рабочем месте испекли вкусные угощения. Одним словом, в новой школе вовсю закипела жизнь. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В День российского студенчества Владимир Ружицкий пообщался с учащимися колледжей, техникумов и высших учебных заведений Люберец. Такие встречи глава округа проводит 25 января ежегодно. Подробнее в сюжете моих коллег. Друзья мои, вас с праздником, здоровья, благополучия. Дерзайте, искренне желаю, чтобы все, что вы задумали, свершилось, сбылось. В Люберцах около 7 тысяч студентов. 14 из них, они особо успешны в учебе, участвуют в общественной жизни округа и волонтерском движении, пришли на встречу с главой. Максим Пракин в этом году оканчивает экономический факультет Российской таможенной академии. В жизни вуза он участвует с первых студенческих дней. Удалось побывать два раза на международном таможенном форуме. И танцевальный марафон я принимал участие, и всякие КВНы. В общем, я доволен. Максим хочет работать в федеральных органах исполнительной власти, а Настя Смирнова мечтает стать учителем начальных классов. Без учебы в наше время никуда. Прелесть студенческой жизни – это дружеская атмосфера, которую мы превзносим, которую мы поддерживаем, чтобы никто не остался без внимания, чтобы все чувствовали себя как дома, и чтобы для них колледж стал второй семьей. Владимир Ружицкий общается со студентами уже в неформальной обстановке. Отличница Настя Смирнова задала вопрос одна из первых. Вы могли бы рассказать, чем вам заполнились ваши студенческие годы? Я же гордое заканчивал. Это практика на шахтах, карьерах, рудниках, на заводах машиностроительных. Это одна сторона медали. А вторая – я пять лет прожил в общежитии. Это друзья, это товарищи, это и в том числе были дискотеки. У нас в комнате жило четыре человека, и мы до сих пор все дружим. Вопросов в голове округа было много. Без ответа не остался никто. А беседа за чашкой чая только способствовала приятному проведению времени. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. На встречу со студентами Московской государственной академии физической культуры приехал российский спортсмен Юрий Барзаковский. «Легкоответ» часто встречается с молодежью, но эта встреча для него особенная. Почему? Узнаете из нашего сюжета. Юрия Барзаковского никто не называет здесь гостем. Для него Академия физической культуры в Малаховке – альма-матор. Первый курс я полноценно отучился, как положено. Потом, когда я начал показывать высокий результат, у меня был индивидуальный график. И я просто готовился к определенной сдаче определенных экзаменов в свободное время, в связи с свободным графиком. И приходил и сдавал. В 16 лет Юрий выиграл первенство страны по легкой атлетике. Это был первый шаг к будущей карьере. В 1999 году я впервые вышел на такой серьезный высокий уровень. Это был Кубок Европы среди взрослых. И, похоже, будучи 18-летним мальчишкой, мне удалось выиграть у мэтров европейской легкой атлетики. И дальше я поставил перед собой цель Олимпийской игры и целенаправленно шел к ней. Чтобы победить в 2004 году в Олимпиаде в Афинах, спортсмен подготовился и физически, и психологически. Но перед стартом чувство тревоги все равно испытывал. Я на самом деле где-то месяц не верил, что я выиграл Олимпийские игры. Но потом, понимая, что происходит вокруг, пришлось в это поверить. Это была моя мечта. Но дальше понимал, что да, все, я выиграл, все здорово. Но нужно положить эту книгу на полку и идти к следующей. Юрий Барзаковский вспомнил о ежедневных тренировках Малаховки и работе главным тренером сборной России по легкой атлетике. А на предстоящей земле Олимпиаде в Пекине спортсмен будет болеть за российских фигуристов, лыжников и хоккеистов. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. На ледовой арене стадиона «Зенит» в Тамиле не прошел турнир по фигурному катанию. В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов. Возраст участников от 6 до 14 лет. Подробнее в нашем следующем сюжете. Каждое движение в фигурном катании в строгом соответствии с музыкой. Так создается единый гармоничный законченный образ. Это требование ко всем фигуристам, независимо от возраста. У нас будут старшие разряды, но основное внимание сегодня уделяется дебютантам нашим и юному фигуристу. Младшая группа фигуристов в турнире участвует впервые. Задача – выполнить одно вращение, дорожку и перекидной прыжок. Шестилетняя Ира Ступак фигурным катанием занимается три года. Сегодня состоялся ее дебют. Мне нравится заниматься спортом. Я забыла всех знаменитых фигуристов имена. Ну а ты хочешь стать знаменитым фигуристом? Выступление оценивала судейская бригада. Родители и гости поддерживали детей. Традиция в фигурном катании после выступления бросать фигуристам на лед мягкие игрушки сохранилась и сегодня. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Чемпионаты первенства Московской области по художественной гимнастике завершились в Люберцах. За три дня в соревнованиях приняли участие около 400 спортсменок. Среди них 15 люберчанок. За финальными выступлениями наблюдали и мы. За три дня соревнований приняли участие около 400 спортсменок. Городской округ Люберцы представили 15 гимнасток. Вообще у нас в Московской области культивируется в 30 с лишним городах художественная гимнастика. Вот здесь практически все города и представлены. Вера Тугалукова в художественную гимнастику пришла в 5 лет. Сейчас ей 13. Занимается у тренера Натальи Соколовой в Люберцах. Это очень интересный, на мой вид самый лучший вид спорта, самый тяжелый, сложный. Но я очень хочу выполнить мастера спорта международного класса, стать чемпионкой Европы. На соревнованиях в Люберцах Вера выполнила норматив кандидата в мастера спорта и одержала победу. В начале февраля чемпионку ждет участие в первенстве России. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах проходят соревнования по боксу среди девушек. Организаторы турнира – Российское физкультурно-спортивное общество «Спартак» и Министерство спорта России. На турнире во Дворце спорта «Триумф» побывали и мы. Церемония открытия началась с парадом спортсменов. Они представляют 27 регионов страны. За время соревнований на ринг выйдут 145 боксеров. Многие юные спортсменки участвуют в подобном турнире впервые. Для девушек постарше – это очередная возможность проверить свое спортивное мастерство. Бокс – очень отличное место, где можно показать себя и что я умею. На кого из знаменитых боксеров ты равнялась или равняешься? На майка Тайсона. Он мне нравится, потому что он очень хорошо работает на ближней дистанции. Естественно, я хочу попасть на Олимпийские игры, а еще я хочу быть чемпионкой в нескольких весовых категориях, ни в одной. Бокс становится популярным видом активного досуга у девушек. Елена Савельева с детства занималась легкоатлетикой. Чтобы научиться самообороне, в бокс пришла только в 15 лет. Сейчас она чемпионка мира и заслуженный мастер спорта. Мое первое условие, когда я пришла, тренеру было, я пришла для себя, поэтому меня даже никуда не планируете. Но через три месяца я выиграла чемпионат области. Я почувствовала вкус победы, что я могу. Прежде всего, я почувствовала силы, что я могу и все, и, соответственно, цель повышается уже. Поэтому молодцы, что девчонки уже с такой целью приходят. Это здорово. Сильный духом. Действительно, все-таки такой мужской тяжелый вид спорта. Я всегда говорил девушке, какой дурак привел вас сюда заниматься. Но, конечно, когда я с ними начал работать, я понял, что это очень им нравится, и они хотят быть сильными в этой жизни. Поэтому, конечно, наша задача, я как специалист должен помогать им. Не в правилах спортсменов почивать на лаврах. Впереди снова подготовка и очередные соревнования. По результатам турнира сформируют сборные команды «Спартака». Сильнейшие боксеры примут участие в первенстве России. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Центральном парке Люберец стартовала ежегодная экологическая акция «Покорми птиц зимой». Старт акции дали министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов и глава округа Владимир Ружицкий. Подробнее в нашем сюжете. Надо им помогать? Да! Вот вы молодцы. Поэтому мы сегодня с вами покормим и птичек, поможем перезимовать зиму. А дальше весна, лето, они уже будут сами питаться. Поэтому кто готов кормить птичек? Я! Все! Молодцы! Звонкий детский смех и игра в снежки. В Центральном парке многолюдно. В рамках экологической акции здесь проходит мастер-класс по изготовлению кормушек и подведению итогов конкурса на самую красивую и удобную кормушку для птиц. В нем приняли участие более ста детей. Кормушку мы всей семьей делали. Папа сначала кормушку собирал. Собирал, потом мы с мамой рисовали. И все. Ученица 18-й гимназии Алена Березина кормушку мастерила около недели. Конструкция непростая. Помогал папа. Для чего ты делаешь кормушки? Для птиц, чтобы они ели. Я каждую зиму кормлю птиц, потому что они голодные. Дети сейчас очень активны. Мне очень нравится в этом участвовать. И на самом деле взрослые за этим тянутся. Если ребенок приходит и рассказывает, как ему на уроках объясняют, как сортировать мусор, как кормить птиц, как вообще нужно относиться к экологии, он это передает и семье, и уже взрослое поколение начинает к этому также внимательно относиться. Экологическую акцию «Покорми птиц зимой» в Подмосковье проводит 6 лет. В 2018 году по количеству установленных кормушек Люберецкий округ занял первое место среди муниципальных образований Московской области. В этом году в округе развесят 500 кормушек в четырех парках, во дворах, на территориях школ и детских садов. «Покорми птиц зимой»! Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы можете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова